Всем привет! Представьте ситуацию, когда приходите домой, а холодильник не работает. Лампочка внутри горит, но он не морозит. К тому же сломался кондиционер. Или другая ситуация, когда уже не работает компьютер и плазменный телевизор. Они находились в дежурном режиме и вдруг перестали включаться. Почему это случилось? На линии, за пределами квартиры, произошла авария. Например, отгорел нулевой провод и напряжение стало отличаться от стандартного. Отгорание нулевого провода называется на жаргоне электриков обрыв нуля. Об обрыве нуля и его последствиях поговорим в одном из следующих роликов. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. И конечно, буду благодарен вашим лайкам и репостам. Они вдохновляют меня делать новые видео. В первом случае напряжение оказалось меньше стандартного. И компрессор в холодильнике, и двигатель в кондиционере не смогли раскрутиться. И в результате из-за пускового тока они сгорели. Во втором случае произошло перенапряжение. Блоки питания компьютера и телевизора в дежурном режиме всегда находятся под напряжением. Из-за перенапряжения они сгорели. Если компьютер или телевизор в момент повышения напряжения были включены, то последствия будут еще хуже, чем спаленный блок питания. Холодильник и кондиционер также могут сгореть от перенапряжения. Как застраховаться от этого? Одно из устройств защиты от перепадов напряжения. Это реле контроля напряжения. В обиходе чаще всего его называют реле напряжения. С вами инженер-электрик Екимов Игорь. В этом видео рассмотрим данное реле напряжения. Для чего оно предназначено и как его использовать? Большинство бытовых электроприборов предназначены для работы при определенном значении сети. Эксплуатация этих устройств в условиях выхода напряжения сети за допустимые пределы может привести к выходу их из строя. Основное назначение реле напряжения это отключение потребителей от сети при выходе напряжения за эти значения. После отключения напряжения реле продолжает контролировать линию. Когда напряжение восстановится, то через определенное время реле опять включить нагрузку. Для себя в щиток я выбрал это реле контроля напряжения. Я долго выбирал и остановился на этом варианте. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Почему я его выбрал? Кроме защиты от повышенного и пониженного напряжения, оно имеет следующие дополнительные функции. 1. Регулировка верхнего порога напряжения. 2. Регулировка нижнего порога напряжения. 3. Защита от повышенного тока. 4. Регулировка уровня срабатывания потоку. 5. Регулировка времени срабатывания реле. 6. Регулировка времени восстановления подачи напряжения. 7. Измерение и отображение уровня напряжения в сети. 8. Измерение и отображение потребляемого тока нагрузкой. Особенно выделяет это реле напряжение защита по току. Можно установить точное значение тока, при котором сработает реле. Это позволяет не работать автомату в аварийных режимах. Если номинальный ток входного автомата, скажем, 25 ампер, а мы поставим защиту по току на реле в 25 ампер, то автомат не будет перегреваться, когда ток превысит 25 ампер. Реле напряжение отключит эту нагрузку. То есть, реле напряжения будет работать как защита по току. Автомат будет защищать от тока короткого замыкания. Реле напряжения и автомат защиты должны работать в паре, так как само реле напряжения защиты от тока короткого замыкания не имеет. Реле напряжения имеет следующие индикаторы. Срабатывание по максимальному напряжению. Срабатывание по минимальному напряжению. срабатывание потоку и состояние выхода реле. Если индикатор зеленый, то нагрузка включена, если индикатор красный, то выключена. Для программирования реле напряжения имеются три кнопки СЕТ, Верх и Вниз. Кнопкой СЕТ мы переключаем значения, которые хотим изменить. Кнопкой Верх и Вниз мы устанавливаем это значение. Длительное удержание кнопки включает ускоренный режим изменения значения. Как программировать реле, вы можете найти в инструкции к реле напряжения. Правда, инструкция на английском языке. Переводчик Google вам в помощь. В реле уже установлены значения срабатывания реле по умолчанию. Например, верхний порог срабатывания 270 вольт. А ниже 170 вольт. Я с этими значениями не согласен, а также с стандартным временем срабатывания реле. Я запишу и выложу на канал еще один ролик, где я покажу, какие настройки реле я сделал под себя. Ссылку я размещу в описании. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Реле напряжения потребляет мощность до 2 ватт. Допускает срабатывание защиты до 100 тысяч раз. Устанавливается на один рейку 35 миллиметров. Данное реле позволяет подключать провода с сечением до 25 миллиметров квадратных. Провода большего сечения практически не применяются в бытовой электрики. Данное реле напряжения бывает на 40 ампер и на 63 амперы. Как и говорил, ссылку на данное реле я разместил в описании. Но стоит отметить, что данное реле напряжения не защитит от импульсных помех, происходящих от удара молнии. Тут нужна большая скорость реакции на отключение, чем это может сделать реле напряжения. Для этого служит устройство защиты от импульсных помех или сокращенно УЗИП. В будущем также собираюсь по ним сделать видео. Некоторые приборы, такие как газовые котлы, требуют постоянного напряжения в сети. Для этого существуют стабилизаторы напряжения, которые могут компенсировать сравнительно медленные изменения напряжения. Стабилизаторы стоит применять в комплекте с реле напряжения. Они работают сравнительно узком диапазоне напряжений. При изменении напряжения в этом диапазоне стабилизатор поддерживает напряжение в районе номинального 230 вольт. При выходе за пределы стабилизации реле напряжения нагрузку отключает. Реле ставится перед стабилизатором напряжения, чтобы оно защищало стабилизатор от выхода из строя. В следующем ролике на реальном примере покажу, как установить реле напряжения в щиток. Заодно увидите, как это реле программировать и какие настройки реле оптимальны. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Как всегда, буду благодарен вашим лайкам, репостам и комментариям. До встречи в новых и старых роликах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова